РАЗБОР НА УКУЛЕЛЯ Я подумала, что это самый лучший момент разобрать эту песню, тем более она будет очень красиво звучать на укулеле. И разбирать эту песню начнем, конечно же, с аккордов, потому что тут такой весь спектр последовательности этой связки, которая как раз и создает нам вот эту красоту. Если вы боитесь, что все это не запомните и будет сложно это все играть, то я сделала вам две вариации по аккордам. Более приближенная к оригиналу и упрощенная. Конечно же, для удобной навигации я это все подписала, поэтому ныряйте в тайм-коды. Оригинальная версия песни начинается с первого аккорда С, до мажорчик. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу. Следующий аккорд, аккорд ФМ. И, кстати, мы его не так часто играем, поэтому давайте более подробно его разберем. Мы зажимаем первым пальцем четвертую струну на первом ладу. Далее вторым пальцем вторую струну на первом ладу. И мизинчиком зажимаем первую струну на третьем ладу. Следующий аккорд, аккорд ЖМ. Зажимаем указательным пальцем первую струну на первом ладу. Далее вторым пальцем третью струну на втором ладу. Вторую струну на третьем ладу. Далее у нас идет с вами аккорд С7. Мы зажимаем просто первую струну на первом ладу. Далее у нас с вами идет аккорд Ф. Зажимаем вторую струну на первом ладу. И четвертую струну на втором. Затем у нас ЕМ7. Первый раз видим такой аккорд за всю историю разборов на укулеле. Он довольно-таки простой. Зажимаем третью струну на втором ладу. И первую струну также на втором. Далее АМ. Четвертую струну на втором ладу. Затем к этой конструкции мы добавляем вторую струну на первом ладу. И третью струну на втором. И получается ДМ. И заключительный аккорд, который нам понадобится, аккорд G7. Зажимаем с вами вторую струну на первом ладу. Далее третью и первую струну на втором. Вы могли уже заметить, что у нас очень много аккордов появилось с семеркой и минорных аккордов, то есть маленькая буковка М. Вот, в принципе, вся связка аккордов. Давайте все соберем от начала до конца. То есть С, Ф, М, Г, М, С7. Ф, М, С, А, М, ДМ и Г7. Если какой-то из этих аккордов ты видишь впервые и он для тебя новый, то отдельно сначала его отрепетируй, потому что в контексте какой-то определенной связки его попробую подключить. Например, в одной строчке у меня будет ход F, М7 и А, М. То есть я возьму и прямо отдельно в медленном темпе получу всю эту связку. Да, аккорд М7 можно сжимать, в принципе, через первый и второй, но вот у меня в схемке написано через первый и третий. Посмотрите, кому как удобно. Все карандаши на вкус разные, помним об этом. Друзья, я хочу вам сообщить о том, что теперь помимо моей подписной укулеле и аксессуара к ней, у меня вышла полноценная книга «Укулеле по шагам». На самом деле это не просто книга, а целая энциклопедия. В ней собраны абсолютно все мои знания систематически от простого к сложному. Ну, на то это и укулель по шагам. Кто рассматривает укулельку в качестве аккомпанемента или инструментального инструмента, то эта книга специально для вас. Также в этой книге есть QR-коды, укулеле-трекеры, смешнявки, мемы, стикер-пак. Для любителей наклечек тоже я о вас позаботилась. Ну, а всю подробную информацию про свою коллекцию скрипышей я оставила в описании. Разбор на укулеле. И что же мы будем делать вправо? Я взяла аккомпанемент максимально простой и приближенный к оригиналу. Играться будет вот так вот. Никаких боев, переборы возможно. Ну, то есть чуть позже посмотрим, как это может звучать. Пока что разберемся с этой конструкцией. Для начала, чтобы понимать, я каждый палец закрепляю за какую-то определенную струну. Например, за четвертую струну не отвечает большой палец. И дальше по порядку. Вот, с этим мы разобрались. Можете, чтобы было удобно, сделать так, чтобы большой палец смотрел немножко вбок. Как будто показываем класс. И вот это вот чувство положили на укулельку. Далее. В самой схеме играется следующее. Я играю четвертую струну отдельно. И далее. Те струны, которые у меня написаны в скобках, я играю щипком. Что такое щипок по своей натуре? Это когда мы с вами одновременно играем несколько струн. И наша задача, чтобы какая-то струна не выстреливала, а наоборот, они все звучали в одной... Такой тенденции, да, в таком диапазончике. То есть прям... Чтобы этого достичь, мы делаем следующее. Во-первых, внутрь пальца не просовываем, не вот так вот, не выдирая. А просто очень аккуратненько кончиком пальцев зацепляем. Пам! И прошли. То есть немножко задели. Щипнули. Того это и называется щипок. У кого длинные ногти, можете попробовать это своими ногтями. Но, в принципе, звук примерно у нас должен быть такой. Аккуратненький, спокойненький. И в контексте этой схемки получается так. Четвертая струна. Потом три раза делаем щипок. Раз, два, три. И, чтобы помнить, сколько вам нужно считать, вы можете считать до четырех. То есть раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В такой технике самое главное не пренапрягать руку, чтобы все спокойно звучало. Но так как у нас очень много с вами появилось аккордов, я рекомендую отдельно сначала поработать над правой рукой, затем над левой, и потом это уже пытаться все как-то соединять. Сколько раз играется на каждый аккорд такая схемка? Нужно смотреть, что за аккорд, что за фабрикс, да, сколько дитилс там. Например, если у меня аккорды не выделены, нам написано просто желтым цветом, то эту схему мы играем два раза на один аккорд. Если аккорд у меня написан другим цветом, то на него мы играем один раз на один аккорд. Моя рекомендация на самом деле не особо это все высчитывать, просто пытайтесь прислушаться, особенно если это ваша уже не первая песня, то вы вполне услышите, сколько раз нужно играть на один аккорд. Давайте теперь попробуем сыграть аккорды в медленном темпе с таким вот щипком. Субтитры сделал DimaTorzok Окей, теперь попробуем это сыграть со словами. Не забывай, просто должен я идти, не забывай. Не плачь и не грусти, пускай в далеком я краю, любимая моя. Ты знай, что в песне я пою лишь только для тебя. Кто не хочет звучать вот так вот, можно взять простой переборчик. 4, 3, 2, 1. Система игры такая же, то есть очень легонечко, не выдирая струну. Играем. Стараемся, чтобы каждая струна у нас не выделялась. И по такой же логике мы будем где-то играть это два раза, где-то один раз. То есть на невыделенные аккорды два раза, на выделенные аккорды один раз. И такой же вариант, но только через перебор. Не забывай, просто должен я идти, не забывай. Не плачь и не грусти, пускай в далеком я краю, любимая моя. Ты знай, что песни я пою лишь только для тебя. В принципе, оба этих варианта красиво звучат. Дело за вами, как вы хотите звучать. Через перебор или через щепочек. Так как у нас с вами песня состоит из двух куплетов, вот в первом куплете на концовочку «Только для тебя» можно сделать небольшое замедление. То есть на G7 можно немножко замедлиться и потом в привычном темпе начать петь второй куплет. И второй момент, касаемо самой последней строчки песни, на слова «Не забывай». У нас там будут аккорды F, M и C. Я не играю привычный щепок, которому сейчас только что с вами разучили, или привычный перебор. Я там на каждый слог просто делаю полноценный щепок. То есть, например, «Не забывай». Это через щепок, если вы играли до этого. Если вы играли, например, через переборы, то можете сыграть «Не забывай». То есть очень легеньким движением, такими «орпеджат» у нас это называется в музыке. Тоже на каждый слог. «Не забывай». И тогда песня у вас будет звучать завершенно. Как играть на укулельке мы с вами разобрались, теперь самое время узнать, как же это все поется. В принципе, песня максимально напевная, и тут не нужно себя как-то выдавливать с тех нот, которых у тебя нет, как-то сильно давить на звук, или наоборот брать супер-высокие ноты. Здесь достаточно представить, как будто ты поешь колыбельную. Ну, не роу-фай-файка, просто колыбельную какую-то. Когда мы поем колыбельную, мы поем их очень спокойно, напевно, и, главное, с душой. Эта песня всякие про душу, про надежду, про веру, любовь. Поэтому самая главная задача для исполнения этой песни просто спеть ее с душой и не напрягаясь. Теперь давайте соберем эту песню от начала до конца в контексте оригинальных аккордов со щипком. Не забывай, просто должен я идти, не забывай, не плачь и не грусти, пускай в далеком я краю, любимая моя, ты знай, что песни я пою Лишь только для тебя. Не забывай, не уйти нам от судьбы, не забывай, и будем снова вместе мы. Помнишь, что в своей любви я не скажу прощай, пока я не вернусь тебе. Не забывай. Разбор на укулеле. Это у нас был вариант более приближенного к оригиналу, теперь как же это сыграть в упрощенном виде? В принципе, я предлагаю ставить тот же самый аккомпанемент в правой руке, что был, то есть это или перебор, или рисунок с щипочком. В принципе, это не так сложно, вы сможете это освоить. А вот аккорды я предлагаю упростить. Например, тот же самый FM, который у нас был, вы можете сыграть неполным. То есть до этого у нас был FM вот таким вот вариантом. Можно убрать четвертую струну. То есть, например, сыграть вообще вот в такой позиции пальчиков. Не особо это страшно повлияет на четвертую струну, ну да, она, конечно, не будет звучать так гармонично, как звучит в полноценной форме аккорды FM, но довольствуемся, чем можем. По-другому мы с вами будем зажимать вторую струну на первом ладу и первую струну на третьем ладу. Причем из такой формы очень удобно переходить. То есть, С, FM, C и там G. В принципе, смотрите, как вам удобно будет зажимать полноценную форму FM или более упрощенную. Следующий аккорд, это аккорд С7. Вы можете просто всегда играть обычный С, то есть первая струна зажата на третьем ладу. Хоть я и понимаю, что сам по себе С7 зажимается на той же самой струне, только на первом ладу, однако это новая схемка, и вам нужно будет ее выучить. Если вы понимаете, что слишком много аккордов на вас наваливается, везде играть С. То же самое касается с аккордом EM7. Вроде бы сама по себе конструкция несложная, зажатие этого аккорда, однако это опять же новая схема. Если вы не хотите ее учить, берите простой аккорд EM. Мы зажимаем с вами указательным пальцем первую струну на втором ладу, далее вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. То есть получается вот такая вот лесенка. Ну и завершающий упрощенный аккорд мы можем зажать не G7, а обычный G. По-другому мы зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Да, конечно, я понимаю, такая вот красивая окраска пропадает, но это тоже вполне сносно звучит. И тогда получится такая связка аккордов в легкой версии. C, Fm, Gm, F, Em, Am, Dm и G. Вот это все, по сути, свои привычные аккорды, которые очень часто играют со всех песнях. Разбор на укулеле. И на этот раз песня звучать будет так. Не забывай, просто должен я идти, не забывай. Не плачь и не грусти, пускай далеком я краю, любимая моя. Ты знай, что песни я пою лишь только для тебя. Не забывай, не уйти, мама, судьбы. Не забывай, и будем снова вместе мы. Помнишь, что своей любви я не скажу прощай, пока я не вернусь домой. Не забывай. Конечно, и на эти же связки аккордов вы можете играть через перебор. Просто смотрите на ваше умение, старание, какой у вас уровень игры. Если этот разбор был полезен, то можешь показать мне это своим лайком или написать что-нибудь в комментариях. Также можешь предлагать свои варианты песен и мелодии на следующие разборы. На канале есть полно информации касаемо музыкальной теории, различных разборов на конкретные группы. Переходи и учись. Ну и напоследок хочу поблагодарить всех людей, которые поддержат меня на бусте. Вот все эти ребята. За меня они получают клевые ништяки, весь раздачный материал, ранний доступ к роликам, ну а самое главное, мое почтение. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok